В послевкусии поездки министра обороны Армении, господина Попетяна, во Францию, теперь вот и вы подтверждаете в своем телеграм-канале, что солдат из Армении готовят во Франции, французские инструкторы, в том числе этнические армяне. Что это за такой антироссийский проект? На меня... У нас около трех минут, сразу предупрежу. Да, сразу скажу, что на меня напали там в Армении очень много людей, там, каких-то пабликов, сказали, что это все неправда. Но, к сожалению, это правда, что во Франции... Недавно министр обороны Армении ездил во Францию, где он подписал соглашение, и ребят из Арцаха и военнослужащих Министерства обороны Армении отправили на подготовку в семь центров во Франции, и в дальнейшем их будут перекидывать уже в зону СВО, естественно, не будут воевать на стороне Украины. Однако часть ребят, армяне, военнослужащие, связались с нами. Они прислали фото, видео, подтверждения все. Но они просили, естественно, их не выкладывать, они будут сообщать в дальнейшем о развивающейся ситуации, что, пожалуйста, сделайте резонанс. Мы не хотим убивать русских. Мы не хотим идти, но у нас же там есть приказ, и мы должны его выполнять. И нужно что-то делать. Но недавно я слышала о Пескова. Песков заявил о том, что Армения наш стратегический партнер, и что мы дальше будем поддерживать курс Пашиняна и прочее. Но возможно, что это просто дипломатическая какая-то такая история. Но у нас наконец-то задумываются, что одну щеку подставляем, вторую щеку. Мы видим, как Казахстан иногда к нам относится, когда мы спасли там Такаева, но при этом осудили парня, который воевал, но имеет паспорт гражданина Казахстана. То есть вот такие уколы в наш адрес. Но одно дело укол, как у Казахстана, а другое дело, когда Армения направляет своих военных, находясь в УДКБ при этом, она направляет своих военных воевать против России. Фактически это нарушение международного договора, который был подписан с Россией, нарушение тех документов, которые подписывала Армения при вхождении в УДКБ. И здесь получается, что у нас совершенно не стратегический партнер. Видите, в чем дело. Ереван отказался участвовать в очередной встрече представителей стран ОДКБ. Но он не вышел. Не вышел. Но творит явно противоречие этому мандату вещи. А в то же время мы понимаем, что когда Пашиняну было, мягко говоря, некомфортно у себя там, ОДКБ пришли. И помогли. И помогли. А как он потом выдворил силу ОДКБ? Очень некрасиво. Мы все помним и все анализируем вместе с вами в том числе. Спасибо, Анастасия. Время завершать эфир.